Всем привет дорогие друзья, с вами Бонни Сакура, это игра по названию Мэйч Ван Зи Ван, и я нашел пещеру, точнее это какой-то подземный комплекс, дёрти дитс диспотал, ну короче здесь судя по всему какая-то радиация или еще что-то. Здесь на выходе я убил человека, в принципе у него из лута было вот что, патроны для пистолета, металлический мусор, спички и полицейская фара, либо это мигалка, я не знаю что это. Вот, и мы сейчас с вами сходим, проверим, что здесь вообще, как это все выглядит, потому что найти ее довольно-таки сложно, я чисто случайно набрел на эту пещеру, будем ее так называть. Но как видите лут здесь уже есть, здесь радиоактивные бочки у нас, играет злостная музыка и что это у нас пустая бутылка из-под воды. Так, это у нас не лутается, ну и соответственно не бьется. Хорошо, пройдем дальше. Так, сейчас я наверное сделаю нормальную графику, чтобы у нас все было видно. Вот, так будет я думаю получше, я просто графику убрал после того как побывал в городе. Так, что это у нас? Пустая бутылка лежит. А, судя по всему, он кого-то здесь убивал. Так, продолжаем, значит, идти. Очень много бочек, но дамаг мне не идет, следовательно, здесь радиации нет. Так, столик небольшой, опять бочки. Но здесь в принципе, наверное, надо все хорошенько рассматривать, потому что лучше может лежать просто на земле. Вот, смотри, это что-то и лежит, реально. Что это? Мексиканский чикен. О, это же полуфабрикаты, ребятки, вы посмотрите. Два полуфабриката, давайте посмотрим, как они у нас поднимают еду. У меня 14%. А юзаются они намного дольше. 54%. Замечательно, очень хорошо. Хилки у меня не растут. Но все равно полуфабрикат, это походу круто. Так, дальше пошли. Или здесь уже тупик, я чуть-чуть не совсем понимаю. Так, сюда нам не пройти. Давай на стол попробуем запрыгнуть и туда. Реально это сделать? Ну, судя по всему, реально. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Еще прыгай. Ну, давай, чуть-чуть осталось. Нет, что-то он не хочет запрыгивать. Давай еще, 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 еще. Оп. Вот, все, забрались. Нет, судя по всему, здесь ничего нет. Хорошо, я предлагаю здесь подождать немножко, так как чувак тут уже полутался. Просто переждем. О, смотрите, уже заресалась банка с едой. Вот, подождем, пока здесь все заресается нормально и продолжим. Смотреть, что здесь зовут. Итак, значит, я сделал графику на ультру и стало, видите, насколько большая разница. Стало очень светло. Прошло где-то около 10 минут и давайте попробуем спуститься и посмотреть, что здесь можно наутать. Так, потихонечку здесь спускаемся, чтобы не расшибиться. И опять, смотрите, эти полуфабрикаты у нас лежат. Вот, причем другие, разные. Так, значит, банка с едой. Что вот это лежит у нас такое? Это у нас ничего не лежит, просто камень. Так, ну, в принципе, посветлее стало, поэтому мы сможем точно найти какой-нибудь полут. Смотрите, какой ящик похоже. Это же ящик. Да, это ящик, но он не открывается и не лутается. А почему? И не повреждается при этом. Довольно-таки интересный ящик. Ну-ка, ты точно никак? Может, через тап? Нет, никак, он не лутается. Хорошо, давайте пройдем между бочек, чтобы нам вообще ничего не пропустить, потому что если здесь какие-то нычки есть, вы будете о них знать. Это просто какая-то хиротация лежит. Так, там наверху моя пустая бутылка лежит, которую я дробнул. Так, опять у нас еда. Так, это у нас огонь загорелся. Понятно, думаю, что это посторонние звуки. Так, здесь ничего абсолютно нету. Идем дальше. К выходу. Так, бочку эту можно использовать. А как тебе использовать? Почему ты не используешься? Короче, не используется она. Так, идем к выходу и смотрим внимательно в эту вот зеленую воду. Ну, я так понял, эта вода радиоактивная. Но, возможно, разработчики сюда еще радиацию не добавили. А может просто убрали, чтобы люди могли исследовать все это дело. Вот, посмотри, она же может использоваться, но она не используется. Что за бред? Так, тележка. Ничего на ней абсолютно нет. Здесь у нас зарезалась бутылка воды. И опять пустая. Причем, обратите внимание, мы до этого поднимали тоже здесь пустую бутылку воды. То есть, в принципе, лут один тот же. Это пайп. Замечательно, заберем его. Пайп идет на крафт самодельного дробовика. Но еще никто не знает рецепта, но я намерен его узнать. Так. В принципе, никаких проходов, других тут нету. Продолжаем смотреть, значит, в воду. Вот, смотрите, заныканная бутылка. С чем? Пустая. Хорошо, мы можем эту радиоактивную воду набрать? Проверяем. Охереть, мы набрали грязную воду. Но я бы не советовал вам ее пить. Ее обязательно надо кипятить. На самом деле, нормально так, выпил. Френдли, 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 бро. Окей, ага. Дон шут. Значит, я бы не советовал эту воду, а то вдруг засветимся. Сначала ее надо прокипятить. Вот, а потом уже пить. Но, что самое странное, выходило обновление на 40 метров, и вода теперь стандартная, которая не дамажит. Раньше она дамаживала. То есть, вы выпиваете, и там где-то процентов 5-6 у вас отнималось. Вот как выглядит этот комплекс снаружи. То есть, здесь несколько зданий есть. И у них вот такие вот маркировки. То есть, как компания, что ли, какая-то, я не знаю. Давайте сходим, посмотрим, что здесь у нас наверху есть. Вот. И, в принципе, на этом надо будет заканчивать. Как бы я нашел интересное место и решил вам его показать. Скорее всего, раз этот чел здесь лутает, значит, он, возможно, уже и прошелся по этим всем зданиям. Но мы поднимемся, тем не менее, наверх и все-таки испытаем нашу удачу. Вдруг нам повезет с чем-нибудь. Кстати говоря, вот эти вот большие коробки, они разрушаются. Мне из них, конечно, ничего не выпадало, но, как говорится, чем черт не шусь. То есть, в принципе, может быть, что-то и выпадет. Потому что раньше я разбивал вот такие вот коробки, да, и из них тоже ничего не выпадало. А потом мне выпала банка с едой. Вот. И кловсы. Вот. Ну, плюс еще, кстати говоря, вот эти вот вудплэнксы, они лутаются, да. Но не все добавляются. Я не знаю, возможно, это был баг. Да, это был баг. Посмотрите, добавилось по две. Буквально вчера я лутал, не каждая из них подбиралась. Добавлялась ко мне в инвент. Так, ну давайте зайдем теперь в это большое здание. Я так понял, музыка играет именно на важных каких-то объектах. Вот, посмотрите, это у нас машина, которая в рабочем состоянии. Нужно залезть в нее. Ну, залезай. Вот, и нажать Tab. Вот, видите, не хватает четырех деталей. Сюда надо вставить. Вот, например, кстати говоря, вот эта вот. Нет, смотри-ка, она не вставилась, похоже. А куда она делась? А куда ты делась-то? Опаньки. А, вот она. Ну, не ставится, не устанавливается. То есть на эту машину нельзя поставить прожектор. Она чисто, я так понял, для полицейской машины, это мигалка. Здесь у нас, опять-таки, радиация. И что? Очередной сухпайок. То есть это место, в принципе, можно сказать, прославлено своим количеством еды. Вот. То есть здесь вы можете крутые штуки найти, типа вот этих вот МРИ. В помойках, насколько я знаю, ребята мои находили сэндвичи и все такое. Причем они не протухшие, и они пополняют где-то 50, по-моему, процентов еды. То есть заглядывать в помойки они тоже могут пригодиться. Так, вот это у нас, я так понял, шкафчики с инструментами. Здесь мы можем найти от молотков до всяких там труб оторванных. Также смотрите на всякие вот эти вот полочки. Потому что лута, я еще раз повторяюсь, имеет свою модельку в этом игровом мире. И можно легко пройти мимо него. По поводу вот таких вот, как это называется, бочек, ведер этих мусорных. Я не знаю, лежит там внутри что-то и не лежит, ни разу не встречал. То есть то, что имеет полость. Да, все, вот как бы здесь больше ничего нет. Но я говорю, здесь один человек пробежал, и в принципе он проходит где-то 10 минут, лут перересывается. Но в городе, когда, я не знаю, какая серия первая будет эта, или где мы в городе ПВП шились, в полицейском участке. В полицейском участке больше 10 минут, и ничего не заресывалось. Я думаю, мы пробыли там где-то около получаса, учитывая подрезки и все остальное, и ничего не заресывалось. Ни патронов, ни оружия. То есть, города слишком лаганы, и в них вообще все очень жестко. Поэтому надо ждать, пока разработчики это дело все очень срочно исправят. Вон, посмотрите, пожалуйста, забаганные эти машины. Одна в одной. Во, пожалуйста, опять заресывалась эта еда в банке. Ну вот, пожалуйста. Только что здесь проходили, ничего не было. Вот так вот, ребятки, вот такой вот это комплекс, так что имейте в виду, что здесь можно лутануть. На этом все, не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Всем до встречи в следующем видео, всем пока! Продолжение следует...